Если не церковный человек вдруг испугается или вот что-то такое неожиданное с ним произойдет, что он сразу крикнет? Я говорю не церковный человек, он крикнет мама, церковный крикнет Господи или Пресвятая, а не церковный мама крикнет. Потому что это самое дорогое слово для человека, самое-самое теплое. Вот самое то слово, в которое вложена вся надежда. Друзья могут прийти, уйти, знакомые, соратники. Мама всегда останется мамой. Поэтому человек даже невольно сразу крикнет мама. А церковный человек, да, у церковного человека уже изменяется. Ему он крикнет Господи, потому что Господи для него и мама, и папа, и все на свете. Иисусе сладчайший. Но еще церковный человек может крикнуть Пресвятая Богородица. У кого вот сложились отношения с Пресвятой Богородицей, очень-очень искренние, теплые, доверительные. Его не надо... Вот иногда люди приходят, говорят, вот кому молиться? Вот самый глупый вопрос, который я слышу, когда люди приходят в храм и говорят, кому молиться? Ну, Богу молиться. Божьей Матери молиться. Я не люблю святых, которые один за печень отвечает, другой за зрение, другой за торговлю. Все святые в Боге. Я могу Иоанна Кронштадтского попросить и о торговле, и о здоровье, и о благополучии в семье. И то же самое можно сказать Пресвятая. Можно сказать Иисусе сладчайший. Ты еще дальше не успел ничего сказать, он тебе уже на встрече говорит, я все-все-все знаю. Можешь дальше не говорить. Ты сказал только Иисусе сладчайший. Он говорит, я уже все делаю. Лишь бы эти отношения были. Вот у нас сколько здесь стоит. У большинства мам-то уже и нет. Так бы иногда хотелось. Прийти к маме. Нету. А Богородица есть всегда. Всегда и везде, и во всяком случае. Пресвятая Богородица. Это так надежно, так тепло, так свято. Это так свято, что хочется постоянно говорить и говорить. Пресвятая Богородица, Пресвятая Богородица. Если человека постоянно дергать, звать его, звать, то он может в какой-то момент раздражиться и сказать, слушай, ну хватит тоже, что ты меня каждую минуту дергаешь. А вот материнство, оно терпит бесконечно. И материнство Божьей Матери, опять же, и отцовство сладчайшего Иисуса, они терпят бесконечно. На земле вот сколько сейчас миллиардов живет? Каждую минуту, каждую секунду кто-то из людей говорит Господи, кричит Господи. И это его не раздражает. Каждую секунду он говорит навстречу, я слышу, я уже занимаюсь, я уже подключился, я уже с тобой. Каждую секунду, день и ночь, 24 часа в сутки, Господи, 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 со всяких концов земли, с каждой точки вселенной. Господи, 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 на разных языках, людей разных религий, разных культур. Сколько на земле одновременно каждую секунду людей говорит Пресвятая, Пресвятая, Пресвятая. Она не утовляется, она не раздражается. Она тут же говорит, я слышу тебя. Пресвятая Богородица, спаси нас. Нам только навстречу нужно тоже немножко радовать родителей своих небесных. Родители небесные трудятся, трудятся, трудятся. Но нам немножко тоже нужно их радовать. Тоже вот прийти и сказать, Господи, я сегодня пятерку приучу. Я сегодня перевозмог себя и прочитал правила вопреки своей усталости, вопреки своей лени. Пресвятая Богородица, я знаю, что ты как любишь меня, так же и моего врага. И сегодня я ради тебя пошел и примирился с ним. Это вот мой тебе подарок, как матери. Матери, которая печалит ссоры между детьми. Такая мать не может печалиться, когда дети ссорятся. Конечно, печалится, сердце болит. Вот такое. Каждый день мы должны быть благодарны. Не просто спасибо очередную просьбу. Просьбу-то исполнили. Ну, хоть чем-то мы должны тоже отвечать. Какой-то благодарностью. Господи Иисусе Христе. Как жалко, что здесь не весь Гай приехала Богородица. Такая чудная икона. Этот весь чехол, вот этот весь чехол, весь пропитан миром. Потому что с нее текло мир, а просто ни капелька не отекло. И 15 лет в этом чехле иверская монреальская икона ездила по всему миру, укрепляя по всем странам. А потом кончилось тем, что хранитель этой иконы Иосиф Маньос, православный испанец, который жил в Америке, сатанисты, убили его в гостинице зверски ритуально. В день вот этого страшного праздника Хэллоуина, который на Западе и у нас уже, страшное дело, и у нас уже на Святой Руси стали праздновать этот мерзкий праздник. Вот в этот день, 25 лет назад его в гостинице Афинской убили, и икона пропала. А чехол этот он как-то так промыслительно оставил, когда уезжал. Может быть, он даже сам не понимал, почему он оставил, и Людик, которым он оставил, тоже не понимал. А потом Людик, друзья Иосиф Маньоса, которым он оставил этот чехол, пропитанный миром, поехали на Святую Гору Афон, именно в ту келью, где была написана та икона, которая пропала. И там оказалась ее сестренка. Старец писал две иконы. И они уступили греки эту икону. И вот она теперь в этот же чехол ледла вместо той, которую сатанисты выкрали. И теперь снова тоже начинает ездить и радовать нас, и укреплять. И теперь мы, когда ее видим, мы сразу невольно говорим, Пресвятая, Пресвятая Показа. Пресвятая Показа Продолжение следует...